Согреться вкусным чаем и согреть душу письмом поддержки смогут ульяновские военнослужащие. На это рассчитывают посетители организации содействия лицам, имеющим проблемы со здоровьем, социальное благополучие. Люди с ограниченными возможностями в рамках трудовой терапии шьют балаклавы и собирают лечебные чаи. Всё для тех, кто защищает честь страны в зоне проведения специальной военной операции. Травы для вечернего чая собирают на территории региона. Что-то выращивают сами, придумывают купаж и сортируют по пакетам. Получается запах и вкус родного края в упаковке. Любой чай является оздоровительным, скажем так, небольшим стимулятором, позитивным стимулятором. Полностью натуральные вещества. Естественно, какого-то сверхчуда не происходит. Но за счёт того, что всё-таки это действительно абсолютно экологически чистый продукт и собранный с душой, с сознанием, с правильным купажом, он просто даёт возможность человеку расслабиться. Сконцентрироваться, когда нужно в своих делах. И всё-таки с приятным, тёплым ароматом впустить в себя эту энергию природы, будем так говорить. Своими руками посетители центра «Радиус» шьют балаклавы из качественного тёплого материала. В день рукодельницы могут изготовить от 6 до 10 головных уборов. До начала специальной военной операции мастерицы изготавливали подушки, сумки, салфетки. Но времена заставили обучиться новому. В ближайшее время бойцы получат балаклавы, сделанные с особым старанием. Мы подумали, чем мы можем помочь. Когда началась спецоперация, думали, что мы можем сделать со своей стороны, потому что очень хотелось в этом поучаствовать. И подумали, что самое простое – поискали балаклавы, то, что мы можем попробовать. Сначала я отшила сама, посмотрела, как эти операции ребятам предложила. Вот у нас есть девочки способные, которые учились когда-то в школе, специальные. И у них получается. Помимо чая и балаклав, гуманитарные помощи, письма поддержки, написанные детьми, одежда, медикаменты, носки и конфеты. Собирать груз помогали родители детей, которые посещают организацию «Социальное благополучие». Поучаствовать в акции может любой желающий. Принести можно необходимую одежду, продукты, лекарства, а также материалы для ручного труда. Предварительно позвонив по телефону 8-967-771-03-43. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.